Привет! Снова не можешь найти игру? Все подборки банальные, скучные и однообразные. Размусоливание одного и того же уже сидит поперёк горла? Ну тогда ты попал по адресу. Тут ты встретишь крутые новинки. Не стой на тормозах, жми педаль газа, пускай машину боком, обгоняй зазевавшихся противников, впечатляй девчонок, прокачивай свою тачку. Сегодня я проведу тебя по миру крутизны, сжённых шин и рёва мотора. Это лучшие гонки на ПК 2023 года. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии. А мы начинаем. Играйте в игры, а я найду их за вас. Аркадные гонки – это то, с чего всё начиналось и то, что никогда не устареет. Геймплей основан на максимально быстром прохождении трасс. В начале вам доступно 55 трасс, 5 странных и 10 автомобилей. Каждый автомобиль можно модернизировать, а также персонализировать. Игру отличает графический стиль, трёхмерный, но отсылающий к 16-битным двухмерным гоночным играм. В этой части серии она выглядит более современной, сохраняя при этом оригинальную атмосферу. На выбор предлагаются различные режимы игры. Например, плейграунд, предлагающий различные аркадные испытания. Или торнамент, дающий возможность соревноваться в модифицированных гонках. И в каждой из них вы можете играть как в одиночку, так и вместе с друзьями. Для фанатов реализма я нашёл игру, сосредоточенную на трековых гонках. В новой части вернули старые трассы и добавили две новые. Вдобавок ко всему, каждый трек в игре оживает благодаря полностью динамичной системе времени суток, раскрывающей потрясающие детали, а температура окружающей среды повлияет на геймплей. Например, как на сцепление ваших автомобилей с дорогой. Также значительно улучшена симуляция физики игры и добавлены новые функции. Конечно, мой список не мог не зацепить игру с открытым миром. Отправляемся на Гавайские острова, Ооху. Действия игры происходят во время титульного гоночного фестиваля. Используя сотни различных транспортных средств, игрок участвует в различных соревнованиях, тематических мероприятиях и гонках. Основную часть этих средств составляют спортивные автомобили и внедорожники, хотя есть также самолеты и лодки. В игре значительно улучшили графику в сравнении с предыдущей частью. Также значительно повысили качество дизайна мира. Разработчики сделали упор на разнообразие различных биомов и наполнили мир уникальными, сделанными вручную локациями. Не знаю как вы, но я люблю собирать из различных деталей что-то свое и потом тестировать это. А вдруг поедет? Вот и вам предстоит собрать свою машину и проделать путь с самых низов до героя. На пути вам придется столкнуться с целым рядом соперников, чтобы одолеть их и пересечь финишную черту. Первым вам придется овладеть искусством дрифта, используя повороты и форсаж, а также умело жонглировать различными бонусами. Игра позволяет играть как в одиночку, так и в многопользовательском режиме, на раздельном экране или через интернет. Помимо сюжетного режима, игра предлагает одиночные гонки и кубковые турниры. Заканчивает список гигант в прямом смысле этого слова. Это вам не детские гоночки, это нечто среднее между гоночной игрой и симулятором, посвященный гонкам на грузовиках по трудодоступной местности. Соревнование заключается в преодолении по таймеру полосы препятствий. Помимо соревнований предлагается открытый мир с различными биомами и секретами. Разработчики уделили особое внимание моделированию различной физики, поддержке рулевого управления и вида от первого лица. Успешное прохождение испытаний и получение наград позволяют постепенно улучшать свой автомобиль. Тормози, пит-стоп, ставь лайк, подписывайся на канал, тыкай на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео на канале. Пишите комментарии, порадуйте меня своим мнением. Ну так-то лучше. Жми газ по вас, догоняй соперников. Играйте в игры, а я найду их за вас. Субтитры сделал DimaTorzok